Всем привет, дорогие друзья, я пользователь интернета, я как человек, который начинал этот YouTube и вообще перевернул нахуй тут всё, блядь, пришёл, блядь, просто такой, и соединил телек с интернетом. Но, я признаю, люди меняются, если там какие-то рэперы тоже, они, надеюсь, признают, что один пришёл, другой ушёл, и слава богу, один, блядь, краше другого нахуй в нашей стране. Короче, хочу поговорить с вами про ТикТок, это такая новая социальная сеть, и знаете, мне вокруг люди постоянно говорят, типа, Ром, почему ты ещё не в ТикТоке, ты можешь зарабатывать столько денег, ты можешь там сидеть, снимать ролики, и мне хочется сказать, блядь, вы чё, ёбану ли, блядь, у вас нормально с головой всё, типа? Ладно, начнём с того, что мне не нравится эта футболка, сейчас я переоденусь быстренько, я быстренько, абсолютно, раз-два, и я уже тут вернулся, всё, я уже иду, мои хорошие, о, чтоб быть на топ-сосочном, вот, так лучше. Ну что, ТикТок, социальная новая сеть, бум, вау, всем привет, блядь, начнём с того, с того, какой эмоциональный посыл несут в себе эти ролики. Мало того, что ты заходишь, сейчас я успокоюсь, у меня много что-то есть, я люблю ролики, когда я одним кадром снимаю, и могу прям всё сказать, что у меня внутри, сейчас я доползу тут, так, смотрите. Короче, что несёт в себе посыл, вот, допустим, мама с дочкой, блядь, сняла, как она танцует, макарену, блядь, тебе зачем это видеть в голове, блядь, зачем нахуй тебе это смотреть? И вот ты листаешь ленту, мало того, что там адовый просто лично для меня юморок, который надо, блядь, без 50 грамм хуй разберёшь, в чём юмор, и вот люди листают, листают. Но, мне некоторые говорят, что там надо подписаться на своих людей, кто-то там по спорту. Сам формат вертикальных видео, ребят, вертикальный ролик, ну ты его ни в рот, ни в жопу, ты его не засунешь никуда потом, то есть, ну, это формат вот чисто сториз, блядь, социальная сеть про сториз. Вы чё, блядь, вы нормально, блядь, себя чувствуете? Я, во-первых, сториз ненавижу, но у меня про это будет отдельное видео, как Инстаграм забрал мою душу, потому что раньше я и ВКонтакте переписывался с тысячами поклонников в чатах, и везде, а сейчас просто Инстаграм взял и вот так вот высосал всю мою душу, и вот всё это туда забрал, всё. В конце мы ответим на вопросы, которые мне задали в Инстаграм, в ТикТок, вот, и, если успокоюсь, подождите, у меня тут кристаллы мои защитные, от всяких вот этих ТикТокеров ебучих. Сейчас я вас быстро всех от ТикТокаю, я вам по фактам просто, блядь, как инстасанка вам, чисто по фактам, блядь, всё, понятно? Блядь, короче, что я могу сказать? Вы посмотрите на тему того, какую эту информацию несёт, и зачем вам засирать этой информацией свой мозг? Типа яркие картинки, мама с дочкой танцуют макарину, блядь, или шутки чьи-то, то есть вы залезаете в чей-то больной мозг, и я вообще не люблю иметь дела с вот этим подростковым юмором и подростковым контентом, шоу у них в голове, это вообще пизда полная. Вот вы по ютюбу, наверное, видите, там они колой измазали огромный грузовик, огромный шар баблгам взорвали нахуй, фермера, блядь, в жопу морковку засунули, смотрите все, там мента с кола, блядь, излезали огромную киску, блядь, в училке. Короче, пиздец в чём, что там этого контента просто дохуя, как говна и палок. Ну а ТикТок это новый левел, новый уровень хуйни. Добро пожаловать, и люди, которые мне говорят, что эта соцсеть будущего, это самое лучшее, что может быть, это вообще сейчас всё, ой, хуёт, блядь, в ТикТок. Бать, вы шо, ебаньку, блядь. Вас надо, блядь, крестить, и вас сейчас в отводу святую принесу. Вы чё, ебанулись, блядь? Вы нормально, блядь, себя чувствуете-то, блядь? Вы чё, нормальнее, блядь? Или нет, блядь? Ой, нахуй. Пизда, нахуй. Вас надо всех, нахуй. Сука. Да вы пиздец, ебанулись, что ли, вообще. Нормальные люди, нет, блядь? Какой нахуй ТикТок? Ладно, по фактам. Это засирает ваш мозг. Вы... Если ваша эта история, ну, это ваша история, я не могу иметь дело с лохами, которые, блядь, там, зарылись, блядь, там сидят. Ну, а я не говорю, что все лохи, которые смотрят ТикТок, кто-то нормально, блядь, кто-то понимает, о чём я. Но не могу сказать, что все, потому что у меня есть парочку нормальных друзей, которые смотрят ТикТок, но я иногда думаю, блядь, вы чё, блядь, нормально себя чувствуете. И они мне говорят, типа, Ром, ну ты, шо, ты, ты тоже, ты чё, время сейчас такое. И я смотрю и думаю, вроде, это мои нормальные друзья. И они мне говорят, зайди в ТикТок, зарегистрировайся. В общем, у меня было четыре попытки зарегистрироваться в ТикТоке. Четыре раза я скачивал приложение, у меня вот такие болты сразу. Я думаю, шо за нахуй, куда я попал, блядь, убейте меня, нахуй. И я удалял это четыре раза. Вот на четвёртый раз я понял, что всё. Это погонь, погонь, сань, санина. И вообще история какая-то не туда, так скажем, вообще пошла в нашем поколении. Может, я и дедушка уже старый, я не знаю. В общем, это загрузка мозгов какой-то просто парашей полной. Вот. Так, поговорим с вами про ТикТок-дома. Ну, я, знаете, что вам скажу? Я за то, чтобы эволюция шла вперёд. За то, чтобы что-то новое. Ну, ТикТок-дома. У нас не было ТикТок-домов, у каких-то гномики, блядь, живут. ТикТок-дома, блядь, какие-то уже пошли, муравейники какие-то. Ну, прикольно, да, ТикТок-дома вроде как. Раньше какие-то одни были дома, а сейчас другие дома. Ну, норм. Развивается всё, просто можно это не смотреть. Но тут же, блядь, уже вообще всё пошло по пизде. Но этот детский контент, я считаю, что это вот для этих вот таких, ну, не очень умных таких людей. В плане не очень, как бы, наёбанных и проёбанных. Ну, как сказать, не очень, короче, вот, ну, блядь. Ну, я должен признавать, в принципе, что платформа Настя, типа, да, что всё меняется. Я признаю, но это я признать не могу, именно поэтому у меня никогда не будет в ТикТоке, блядь. Никогда, блядь. Запомните мои слова, нахуй. Не, я, конечно, не против, чтобы вы с моей новой музыкой делали челленджи, и они становились популярными. Но, по сути, это же просто деградация полнейшая, полная. С ребёнком она, блядь, танцует. Платок его завернул, там его нарядило, блядь. И потом он, вау, появляется из тумана, блядь. И она такая, типа, потом... Ааа, я королева спецэффектов, блядь. Да всем поебать, блядь. Нормальный человек не будет сидеть, блядь. Даже в Инстаграме не будет сидеть. Ну вот это вот, блядь, измазали, блядь. Огромную машину, блядь, насиновали. Или там, блядь, из кубиков сделали огромный кубик-рубик. Вы ебанулись, блядь. И это смотрят много миллионов человек. Много. Если вы думаете, что я завидую, нет, я уже давно, ни в какой не в гонке. Я уже давно, да, всё, забытый блогер, охуенный. Я живу свою жизнь с охуительным взрослым контентом, который вот мне по душе. Мне похуй на ваши эти, изгваздали, пизду, блядь. Навозом там, смотрите, всё, пизда. Кто не задохнётся в сауне, там, первый, блядь. Кто вышивет, кого там могилу зарыли, пизда. Люди, вы чё? Вы ебанулись, блядь, вы ебанулись. И друзья советуют, говорят, ну ты, Ром, ну ты попробуй, блядь. Ну типа, ну всё ок будет, там типа, заебись. Деньги можно зарабатывать, деньги можно зарабатывать, блядь. Мне ценой моего засуленного мозга не надо вот это всё. Всё, зарабатывать... В общем, смысла в этом нет. Ну что, вопросы про ТикТок. Погнали в Инстаграме, может кто-то из вас попробует меня переубедить. Так. Затронь тему, что в тренды ТикТока заходит вообще залупа. Ну там не просто залупа заходит. Там подзалупная залупень заходит, я вам так скажу. Так, когда ждать видос? В ТикТоке видос не ждать. Я сразу скажу, ребят, если вы там ждёте мой видос в ТикТок, вот вам это... Не надо, блядь, отписка нахуй. Отпишитесь, блядь, нахуй, лучше отсюда, нахуй, блядь. Надо ждём. Есть в ТикТоке? Да, есть в ТикТоке! Новое видео каждый день, блядь. Супер! Как относишься к ТикТокерам? Я всех нахуй от ТикТоку, блядь. Кто мне будет ещё говорить, скачай ТикТок. Я вас не трогаю, вы меня, блядь, не трогайте. Три метра, изоляция, блядь, карантин, нахуй, пандемия, нахуй пошли отсюда все. Почему не пробуешь снимать ТикТоке? Ну что я, блядь? Я снимаю, блядь, я танцую, блядь. Я сижу, я лежу, блядь. И что я там, блядь, на это вертикальное видео? Это не произведение искусства. Я здесь, чтобы делать, блядь, капсульные ролики на YouTube. И произведение искусства, музыку, блядь. И побольше проекты всякие с более душой. Но ваш ТикТок вертикальный, ну кому нахуй вам надо, блядь? Меня нет в ТикТоке, блядь. И не будет, блядь. Мнение Андрюши Нойлса. Ребята, Андрюша Нойлс. Настя Картошка, блядь. Женя Бубельгум, блядь. Андрюша, блядь, факел. Хуякел. Вот эти все. Даня Милохин, хуёхин. Я не знаю, ребят. Вы все очень крутые, молодое поколение. Я вам всем желаю не проебаться. А я вот здесь для того, чтобы знать, как не проебаться. Как не проебать свою карьеру. Как, блядь, в наркоту не свалиться. Как вот всё. Я здесь ваш психолог, блядь. Сижу личный, подчёрпывайте инфу. Вот. Повзрослели все, блядь. Ну, тоже посмотрим, что с вами будет. Ну, хуй знает, если вы, как я, к 24 всё это осознаете. Я думаю, в 24 вы ещё будете говном из самосвала поливаться, блядь. В общем, всем желаю удачи, блядь, в вашем творчестве и развитии. Но меня на свою сторону вы не перетянете. Я вам сразу скажу. Так что, ваши все блогеры, я желаю вам удачи, хорошо всё. Но это всё одно и то же. Вы взлетаете, падаете. Но TikTok, он прям мутировал, блядь. Как-то какие-то там уже изменения в сознании людей происходят. В общем, неизвестно, что будет дальше. Но всё меняется. Я, как дедушка старый, просто буду наблюдать в своём вонючем инстаграме в этом, в том же и всё. Что мне? Буду смотреть на вас с огромной... С огромного маяка в огромном океане русской хуйни и поебине. Буду смотреть на вас. Вот так вот. Пока у меня есть возможность вообще... Ой, пока я совсем это ещё не... Не заебался всю эту хуйню. Смотреть. Вот. А так, цените меня, блядь. Я вымирающий нахуй вид. Вот, человек сидит, готов, открыто говорить о своих проблемах, блядь. Книгу пишу вам про свою всю настоящую жизнь. А не вот это, санину, блядь. Тантанцы, блядь. Вот эти ужасные, блядь, треки. Какой пиздец. Вы вот туда заходите. Вот у меня кто-то рядом сказал, я зайду. Я что-то занят был. Чувак сказал, да, я пойду зайду, отдохну. Ой, блядь, чё ты там отдохнёшь-то, блядь. Ой, блядь, изыди нахуй. Нахуй, блядь. Ладно, всем пока. Чмоки-чмоки. Нормусик-пампусик. Нормальную, блядь, смотрите. Развивающую хуйню, если вы в хуй не дуете, что смотреть. Интервью, блядь, хакамады посмотрите нахуй на ютюбе. Веронику, блядь, Степанову хоть посмотрите. Ребят, что за хуйню вы там в этом ТикТоке, блядь, увидите, и как она повлияет на ваш мозг. Сейчас не время, блядь, хуйню смотреть. Ребят, ну вы чё, ебанулись, блядь. Пусть дети смотрят. Пусть дети смотрят и сами смотрят, как это колой они там обливаются. Вам зачем нормальным, адекватным людям, блядь? Вы чё, ебанулись, блядь. Ладно, извиняюсь за мат, блядь, да, ругаюсь матом. Вот. Вот так вот. Всем сори, хорошего дня. Ну и просто месседж этого видео о том, что одним кадром, пожалуйста, ну не засирайте свой мозг, пожалуйста. Следующее видео будет про то, как Инстаграм забрал мою душу. Всё, всё, пока.